здравствуйте эта программа открытый диалог в нашей студии часто бывают врачи говорим о самых важных медицинских проблемах но ведь и у врачей даже у целых поликлиник больниц бывают свои юбилеи и вот о таком юбилее нам расскажет постоянная уже участница наших открытых диалогов на или натальна вишнякова заведующая центральной поликлиникой люберецкой областной больницы здравствуйте на или натальна с чего начиналась история поликлиники ведь 50 лет юбилей вы отметили да мы отметили золотую дату 50-летний юбилей центрального клинического отделения полвека и если обратиться к истории то первое окружная больница была создана в люберцах в 1937 году тридцать седьмом году до еще до войны затем потихонечку начали создавать амбулаторное подразделение но началась великая отечественная война к сожалению да это все затормозил затормозилась и более того эта больница пострадала во время бомбежки в сорок три сорок пятом году больницу восстановили и построили первую поликлинику по адресу октябрьский 116 это теперь в данном здании располагается противотуберкулезный диспансер там раньше жила поликлиника и когда город в потихонечку расцветал увеличилось количество жителей и уже становилось тесно в данном здании в 1973 году была построена рядом новое здание кота в котором сейчас располагается центральное поликлиническое отделение в то время это наверно был такой здание то красиво и да как бы для того времени это был прям такой но приятный подарок да для жить конечно приятный подарок более просторное здание по последнему слову было сделано да по последнему услову того советского периода постепенно происходили различные изменения модернизация национальный проект здоровья поликлиника так сказать расширялась прирастали какие-то новые отделения открывались вот на данный момент это много профильно амбулаторное подразделение в которой в своем составе имеет саму поликлинику с довольно таки богатым оборудованием имеется разного осуточный травматологический пункт консультативно-диагностический центр был открыт в семнадцатом году об этом мы сейчас на всем поговорим потому что все таки когда к нам приходит врач ему тяжело рассказывать об истории ему как-то больше наверно интереснее и спокойнее рассказывать о том чем поликлиника живет сегодня но все-таки 50-летний юбилей наверное вспомнили каких-то людей но которых уже нет с нами которые до поднимали и поликлинику в том числе и вообще скажем так больничное дело до которое было городском округе люберцы ну и мне кажется что и жителям наверно приятно что вот какой как такой вот дополнительный что или 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 элемент ну и наверное и сам коллектив тоже как-то отметили эту дату и наверное были какие-то собрания связи с этим до проходя безусловно мы к данной дате готовились за за годи да буквально где-то мы начали эту подготовку с июня месяца огромное хочется сказать спасибо администрация городского округа отделу культуры которые нас поддержали нашему руководителю главному врачу семенцову дмитрию павловичу министерства здравоохранения мы организовали 29 сентября мероприятие торжественное в стенах поликлиники пригласили наших уважаемых ветеранов ну я надеюсь что мы уделили всем всем внимание никто не остался в стороне безусловно коллектив принимала очень активное участие в данном мероприятии ну и в общем-то отзывы остались только самое положительное вот тут вы хорошее слово сказали коллектив да как-то моего так ну коллективы коллектив да но ведь это же понятно что у каждый человек выбирает свою судьбу приходят уходят кто-то остается надолго кто-то ну что называется ветеран поликлиники до постоянно мне работать и неважно да на каком посту он выполняет свою задачу но все-таки вот на сегодняшний день если говорить о спайке коллектива насколько вы довольны как руководитель своей командой очень довольна к чему до 50 лет это замечать профессионалы своего дела я хочу сказать это люди которые не безразличны к своей профессии которые постоянно совершенствуются учатся идут вперед и несмотря на какие-то сложности и они всегда плечом к плечу и я как руководитель понимаете я я горжусь этим коллективом вот вот я этого хотел добиться с ними я не знаю можно свернуть города и в огонь и воду это настоящая команда и команда профессионалов тем более что мы же сами прекрасно понимаем что медицина это такой вопрос что у него у никогда не бывает вот идеального состояния даже если вот пришел пациент вылечили все ему понравилось все замечательно другой пациент пришел его тоже вылетели что-то ему не понравилось что ты это еще человеческий фактор постоянно это психологические аспекты конце концов пандемия потом неожиданные куча документов которые по-прежнему нужно заполнять потому что есть определенные ну так скажем нормативы никуда не денешься то есть эта работа которая но либо скрепляет коллектив и команду либо конечно если начинаются какие-то но мы знаем и по новостям бывают такие вопросы когда главное человек может от этого пострадать поэтому коллектив это очень важно и хорошо что вы о нем так отзываетесь но вы сколько уже руководите поликлиникой сами ну данной поликлиникой полтора года полтора года вам видите юбилей вот вам и попал и причем второй раз в жизни да да мы отмечаем с коллективом данные праздники и здесь уже до какая-то да есть какой-то небольшой опыт в этом и я очень боялась такого момента что мне коллектив скажет а не нужно нам это дайте 10 рублей да было очень радостно что все откликнулись мы совместно писали сценарий мы делали презентацию мы вместе украшали зал более того мы приводили в порядок саму поликлинику собственными силами где-то дворик и в общем то это получился субботник а в целом получился такой добрый хороший семейный праздник на который я очень благодарна ветеранам они к нам пришли и радовались вместе с нами я очень мы готовили авторские подарки для наших ветеранов я надеюсь это будет им долгая память да и будут радовать эти авторские подарки их многие лета поэтому желаем им только самого лучшего здоровья долгих лет жизни и хотели бы чтобы они к нам приходили почаще не только просто в гости не только на праздник и не только по болезни хорошо аннеля анатольевна ну а вы у нас были уже не раз мы понятно обсуждаем темы и вообще мне кажется что нашей программе эта заслуга всех кто ее готовит делает и в том числе наших замечательных коллег которые отвечают за медицину городском округе люберцы все что необходимо для связано с медициной дыме я не пандемия диспансеризация гриб но это естественно обсуждаем поэтому можно было конечно всю программу говорить о замечательном празднике но уж не знаю к сожалению ли к счастью но мы возвращаемся к главному к медицинским вопросам тем более что центральная поликлиника даже в день своего пятидесятилетия она все равно работает я имею ввиду не останавливали прием просто немножечко сместили стиль да вот давайте мы сейчас же перейдем конкретно 50 лет отметили и возвращаемся в нашу сегодняшнюю жизнь но во первых вы находитесь недалеко от главной артерии до октябрьский проспект который там вроде бы немножечко поехал уже да вот теперь я так понимаю доступа в этот поворот к вам всегда когда там проезжаешь было большое количество машин но это не главное насколько увеличилось сейчас число пациентов летом наверно мало кто приходит поликлинику чуть и поликлинику лето тепло гулять хочется даже людям которые может быть и нужно сходить то что мы говорили с вами о диспансеризации но сейчас народ то пошел наверное обращаемость увеличилась это обращаемость называется да да обращаемость нашего населения по различным вопросам с профилактической цели по заболеваниям народ возвращается с дач вспоминает о том что нужно прийти на вакцинацию надо сказать что больше стало ответственности к своему здоровью у нажмите поселения услышали наверное помните вот где-то недели две-три может быть тому назад вдруг сми начали потихонечку продвигать историю что увеличилось число заболевших к видам но это не очень опасно но увеличилось причем существенно и возможно люди немножечко встрепенулись и плюс грипп ножишь как сентябре но дети вы как вы правильно говорите все равно сдач возвращается дети возвращаются учебный процесс начался пошел начали общаться друг с другом даже я уже успела немножечко переболеть но по своим любимым бронхитом но я-то знаю что такое то есть тут еще другая вышел неправильно одежда холодно тепло сейчас перемена погоды сейчас солнышко выглянуло нам кажется что уже тепло и можно раздеться а уже уже нет а уже нет но вот возвращаясь к теме вакцинации давайте мы отдельно обсудим потому что действительно есть ощущение что люди потихонечку начинают осознавать что может быть лучше сделать чтобы гриппом не заболеть чтобы к видам не заболеть да это есть понимание есть данное понимание и я считаю после такой пережитой беды как пандемия новой коронавирусной инфекции ответственности стало больше за свое здоровье потому что приходит население обращается вот сейчас мы можем прививать от гриппа вакцина поступила еще в августе месяца вакцина есть трехкомпонентная сови грипп и четырехкомпонентная ультрик сквадре приглашаем активно через сми на сайте информация на приемах предлагаем население специально то есть если горит я хочу сделать прививку он приходит по какой-то схеме идет он приходит в поликлинику он может обратиться к дежурному администратору может записаться самостоятельно через колл-центр губернатора 122 может через личный кабинет госуслуг непосредственно в поликлинике обратившись самозапись существует и по зеленому коридору отправляется в 107 кабинет кабинет медицинской профилактики где он заполняет необходимую медицинскую документацию информированное согласие осматривается фельдшером либо дежурным терапевтом и отправляется на вакцинацию а вот вы говорите на компонент на двух трех четырех это что четыре раза колоть надо или нет это в составе вакцины трехкомпонентный а лучше какую ну и сови грипп хорошо себя зарекомендовал и четырехкомпонентная ультрик сквадре работает и та и другая вакцина отлично мне вот эту колите мне вот это больше нравится есть такие есть такие которые перфекционисты скажем так они сначала изучат все в интернете побеседуют с соседями да потом придут уже врачу зададут вопросы и собственно здесь есть право выбора и совершенно никто не против поддерживаем сейчас сделаем перерыв как раз во время этого перерыва наверно кто-то успеет сделать очередной укол а потом продолжим напомню что сегодня у нас гостях заведующей заведующей центральной поликлинике люберецкой областной больницы неллина анатольевна вишнякова поликлинике исполнилось 50 лет но дальше мы поговорим напомним вам какие услуги вообще чем поликлиника живет сегодня на 51 уже году своей жизни напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях неллина анатольевна вишнякова уже наши постоянные гости заведующая центральная поликлиника люберецкой областной больницы общались мы с ней в сложные времена и в ковидные в постковидные и говорили на многие темы но сейчас мы возвращаемся к теме поликлиники может быть что-то добавилось или какие-то новые сейчас скажем спущены нормативы чем поликлиника живет сегодня какой вообще принцип давайте напомним потому что вы же центральная поликлиника то есть к вам можно как-то приписан либо например если из каких-то других участков городского округа кто-то может приехать как это работает сейчас ну повторюсь что поликлиника много профильная если говорить о таком подразделении в нашей поликлинике как травматологический пункт то круглосуточном режиме туда поступают пациенты неотложным состоянием по травматологическому профилю это будут игра жители городского округа люберцы и могут приехать соседних округов всех соответственно принимаем оказываем помощь если мы говорим о консультативно-диагностическом центре которая располагается в стенах нашей поликлиники то он также обслуживает и жителей которые находятся и живут в соседних городских округов котельники дзержинска латкарина вот те пациенты которые изъявили желание к нам прикрепиться они к нам обращаются с документами пишут заявление на прикрепление с удовольствием прикрепляем и численность населения у нас за последние полгода она возросла скажем так у вас есть предел например когда вы говорите все мы не можем уже мы не потянем такой чем опять от численности запланированных участков но если население увеличивается ну допустим построить какой-нибудь новостройку на нашей территории соответственно будет открываться дополнительный участок и будет открываться вакантная ставка терапевта и соответственно будем принимать большее количество населения а вы как скажем медицинская единица да как поликлиника вам выгодно чтобы именно у вас люди ну заключали с вами такой договор безусловно да скажем выгодно потому что идет по душевое финансирование есть такое понятие и вот жизненно такая рекламироваться должны ходить рекламировать на 1 рекламировать значит те тем нет работники это оборудование и те профили которыми вы занимаетесь вам важно их развивать но я у вас в гостях был поэтому я видел что в общем-то на сегодняшний день но все что необходимо все есть да и ну наши телевизионные мои тоже коллеги наши медицинские объекты снимают но все равно всегда у людей вопросы кто-то не так посмотрел чего-то там не нашел и так далее первый вопрос по оборудованию что на сегодняшний день почему потому что все-таки есть ощущение что но ситуация видите как у нас от интервью к интервью она меняется стремительно и у людей появляется некое такое опасение а вот там что-то может у них уже не работает а может чуть не доехала как вот с оборудованием вы на сегодняшний день как начальник всего этого процесса все хорошо с оборудованием на мой взгляд все хорошо все в рабочем состоянии если начинать тяжелым оборудованием которым относятся рентген диагностические установки то центральная поликлиника оснащена по последнему слову техники можно сказать две рентген установки работают в круглосуточном режиме для травмпункта и в плановом порядке для плановых пациентов это важно то что сразу надо снимок сделать да у нас есть компьютерный томограф маммография проводится в рамках диспансеризации также женщина может записаться на маммографию самостоятельно также и может направить доктор есть флюорографическая установка денситометрия проводится в поликлинике для диагностики остеопороза поэтому вот в части тяжелого оборудования представлен большой спектр да на третьем этаже есть стоматологическое отделение при котором имеется дентальный рентген делаем снимки что еще ультразвуковые установки 2 2 аппарата и два кабинета специалисты имеются есть в листе ожидания какой-то период ожидания но все в пределах допустимых нормативных сроков то есть оборудованием с тем что мы называем техника пока да все в рабочем состоянии все работает в плановом режиме заказали еще может быть я насколько знаю как мы разговаривали что если необходимо что-то медицинское учреждение то идет заказ там и рассматриваем безусловно ежегодно мы делаем заявки данные заявки отправляются на утверждение в министерство здравоохранения московской области а там уже идет распределение но опять-таки если говорить про городского круг люберцы то мы не одна поликлиника и все нуждаются в чем-то и когда что-то уже остаревает в их устаревает уху выходят из строя соответственно в плановом порядке это все заменяется вот очень широко представлен функциональная диагностика ни одна установка электрокардиографическая имеется в поликлинике есть с мады есть холтеры есть велоэргометр то есть диагностика сердечно-сосудистой патологии на уровне нашей поликлинике осуществляется высоком уровне то есть я уже этого быстро получить ну насколько это возможно зависим не одну кардио там электрокардиограмму мы выполнили диагноз поставили если какие то есть отклонения мы можем провести дальнейшую диагностику интересно ну и второй вопрос как вы понимаете после железа в хорошем смысле слова никуда не денешься идет еще и человеческий фактор мы прекрасно знаем что во всех городах страны в том числе и даже в столице все время идет миграция определенная медицинских работников а приходят молодые ну во первых люди могут уйти на пенсию или меняют место жительства или им дают какое-то другое предложение не обязательно лучше мы просто им удобнее может быть насколько у вас существует вот этот вот круговорот сотрудников ведь с кем-то не хочется расставаться а кого-то очень хочется взять безусловно данная ситуация присутствует у нас к сожалению сотрудники бывает увольняются по каким-либо своим причинам чаще семейные ситуации вот кого-то мы стараемся привлечь для работы в нашей поликлинике мы очень тесно сотрудничаем с нашим отделом кадров которые по всей российской федерации через сайты рекрутские разыскивают до специалистов звоним предлагаем ну кстати уже понятно что наверное из москвы но в силу ряда причин не каждый приедет это бывает хочу сказать даже из москвы к нам приезжают и работают да но мне кажется что например откуда вы нибудь из глубинки что называется в люберцы приехали это круто да это круто приезжают и можно хорошего взять врача по какой-нибудь узкой специальности да и он с удовольствием приедет а тут уже ему но будут предложены какие-то как говорят печеньки да вот но в целом вы же иметь обратную связь с пациентами они же самые честные может быть не всегда справедливые но стараются быть честными как оценивают коллектив вот что они говорят ну и централизованному вам например стучаться до каких пор там ну что-нибудь такое бывает ну бывают различные ситуации но хочу сказать у меня всегда двери открыты для наших пациентов для сотрудников для пациентов и когда возникают какие-то ситуации приходят непосредственно ко мне выражает какие-то эмоции когда будет этот может быть специалист какой-то специалист и мне понравился как пообщался решаем практически все в режиме онлайн но в целом существует независимая оценка качества на уровне министерства здравоохранения московской области и пациент выйдя из кабинета врача может через свой личный кабинет сделать отметку что ему понравилось что не понравилось электронами рисунок да вот и соответственно мы еще видим централизованно данную ситуацию где какой вот доктор какой специалист немножечко вот для вас они доработали начальника тоже конечно это держит немножечко в напряжении но соответственно я понимаю с каким специалистом и какие вопросы мне нужно будет отработать это вот такая независимая оценка контроль качества вот сама эта электронная система говоря вообще о записи о приходе а там не знаю насколько уже электронной карты у нас или в 10 дней в действие работает то есть вроде как так здорово получается я как вспомню это и дети возьмите карту пока спустился пока поднялся уже там особенно не молодой человек уже него дыхание останавливается сейчас немножко по-другому ну там тоже есть свои особенности но вот все жалуются на то что когда идет прием пациентов вроде бы уже все в компьютере все равно надо что-то писать 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 а времени на то чтобы пощупать постучать по-прежнему остается мало или это не так ну компьютере да мы уделяем много времени работе с электронной медицинской документации но тем не менее стараемся безусловно уделить и пациенту должное внимание потихоньку дело идет к унификации что побольше электронная будет своем человек своей используется нам спустили мы применяем уже электронные шаблоны которые ускоряют процесс заполнения электронной медицинской карты ну бывают различные ситуации конечно где то что то может быть еще не доработано еще сырое но занимаются стандартизации и улучшением вот этого безбумажного документа оборота существует даже целый проект на уровне министерства московской области или беретская областная больница в данном проекте участвует то есть мы так сказать земли обратная связь для министерства здравоохранения для ответственных за данный проект посылаем информацию чтобы нам хотелось улучшить вот вот то есть вас нужно у нас слушают нас не игнорирует и соответственно на все нужно время наверное придем к какому-то совершенству резарова то есть те кто хотят избежать возможных неприятностей придите на диспансеризацию вас там встретят да это надо прийти обратиться в специальный кабинет там подскажет выбрать поликлинике это 107 кабинет как я уже говорила выше вы можете сами записаться можете обратиться в регистратуру к дежурному администратору а можно в одну явку сделать и вакцинацию пройти диспансеризацию понятно ну и по-прежнему человек в принципе если он живет чуть чуть дальше от центральной поликлинике ему что-то мне нравится в его поликлинике то он может прописаться прикрепиться к вам а вам от этого будет хорошо поэтому ну все же зависит от врачей от коллектива ну нам остается поздравить вас еще раз 50-летним юбилеем что вы пережили как приборе любого заведующего начальника своего вот предприятия в данном случае как идеи люди причем люди с разных сторон и врачи и наверняка может быть было приятно и даже посетителям потому что все таки ну поликлиника когда держит курс и зная сколько ей лет чествует ветеранов это очень хорошо приятно что оборудование работает приятно что сейчас и доступность может быть получше будет связи с открытием а вот этого нашего замечательного но с изменением октябрьского проспекта вашем лице поздравляем всех ваших коллег вашим пациентов чтобы все получали удовольствие и от поликлиники от тех людей которые там работают но прежде всего чтобы все медицинские необходимые задачи были выполнены с обеих сторон процесса мы стараемся напомню что в гостях у нас сегодня была нэль анатольевна вишнякова заведующая центральной поликлиникой люберецкой областной больницы это была программа открытый диалог но и будьте здоровы приходите на вакцинацию с вами был николай пивненко до свидания